У меня здесь есть очень большой дом, прям на целую семью, и таких сегодня будет не один. В этом выпуске я собрал похожие семейные дома, и они между собой будут соревноваться. Вот, видишь, я тут набросал. И дом с высшим средним получат фирменный узнаваемый приз. И первым делом внешний вид, как я прописал себе, и знаете, мне правда очень нравится внешний вид. Кажется, что он довольно реалистичный. Да, окей, стена без окон, но я поместил его в тот район, который выглядит схожим образом. И этот дом не выбивается. И смотрите, как интересно. У меня запрещены моды, но у нас есть якобы ворота. У нас есть машина, сделанная из маленькой машинки путем нажатия вот этих вот волшебных кнопок. Шикарная статуя здесь. Вход офигенный. Балкончик просто потрясающий. У нас даже сзади есть дворик, который выглядит так же восхитительно. Сад. Знаете, я планировал пройтись довольно жестко, не так, что просто. Всем домам десятки. Окей, давайте здесь девять. Хотя, у крыши есть карнизы. У нас есть даже эта труба наверху. И крыша сделана нормально. Я не знаю, кому ты там душу продал, но вот нормально сделанная крыша в Синс 4. Ладно, это потрясающе. Это 10 за внешний вид. Ну и дальше заходим внутрь. Здесь у нас функционал оценивается. Значит, у нас даже кладовка есть. Пипец, кладовка. Автор, что ты не предусмотрел в этом доме? Давай искать. Окей, у нас есть даже детский стул. Черт возьми, детский стул. Ладно, хорошо, окей. Блин, кухня шикарна. Просто роскошь, реально. Лестница, вау. Причем, смотрите, с этой стороны закрыто. Здесь, блин, это без шуток, наверное, пока что лучший дом, который я когда-либо заценивал вообще. Конечно, может некоторые дома я уже подзабыл. Но на данный момент это самый вау дом. Комната с прачечной. Что? И второй этаж, естественно, более расслабленный. У нас здесь для хозяев. У нас есть гардеробная. Офигеть. У нас есть отличная спальня. У нас есть прямо офигенная. Причем, вы видели? Можно сидеть здесь, почитывать. Ножки закинул. В окошко смотришь. Деревья, птички. Просто как ты это сделал? Или сделала кто ты? Детская. Блин, очень круто. Двухъярусные кровати. Обожаю двухъярусные кровати. Особенно в маленьких домах, в микродомах. Это вот наше все. Черт возьми, какой телевизор у ребенка. Чтобы сразу ему Россию 24 включать. Бум. Патриотизм. Хотя нет, подождите. Здесь есть книжки. Значит, федеральный канал он точно не смотрит. Минус балл за реализм. Шучу, шучу, шучу. Но, блин, как же мне нравится. Функционал, по-моему, прям 10 из 10. Это явно дом, который сделан для семьи. И полностью может обслуживать семью. Кто может что-то сказать против функционала в этом доме? Я? Ничего. 10 баллов. Капец. Я сегодня хотел давать невысокие оценки. Чтобы было соревновать. А, какой? Почему я начал с этого дома? И знаете, меньше баллов становиться не будет. Потому что мой следующий пункт это реализм. Кто скажет, что это нереальный дом? Он совершенно не выбивается с этого района. Посмотрите. Он мог быть любым из этих, которые сделали разработчики. И которые выглядят реалистично. Он офигительно вписывается в район. Причем в разные районы. Я просто сюда его повесил. Потому что здесь он вообще идеально смотрится. Это Уиллоу Крик. Более-менее богатый район. Вот эти вот всякие интересные реалистичные штуки. Типа полукругом идущий фасад. Балкон. Это же просто офигительно. Черт. Слушайте. Окей. Я поставлю 10 за реализм. И вы сейчас такие. Ну, очевидно, этот дом победил. А, а, а. Специально для творческих ребят, которые, может быть, отличились бы идеей или оригинальностью. Как вы поняли, прям такой пункт я и назначил. Идея. Оригинальность. И как вы понимаете, этот дом очень обычный. Очень крутой. Безумно крутой. Реалистичный, функциональный и внушительный снаружи. Но тот факт, что он выглядит совершенно обычно и совершенно не выделяется, как раз не играет ему хорошую службу сейчас. За идею именно какой-то уникальность. Типа, ты смотришь и... Вау. Балла 4 я бы поставил максимум. Потому что в других видосах у нас были убежища ученых. Всякие лайтовые рестораны и так далее. Здесь просто семейный дом. Средняя оценка. Оно и есть среднее. Но всем остальным, конечно, черт возьми, это просто гениальный дом. Ладно, посмотрим, кто дальше может тягаться с этим. Вау. Вот это крыши. Вот это трубы. Одна, другая выше. Просто офигенно. Но мне кажется, не так красиво внешне. То есть, окей. Окей. Норм. Прям вот вообще. Балкончики. Это хорошо. Цветочки и так далее. Просто потрясающие. Но мне внешность не кажется прямо такой, что... Вау. Особенно задняя стенка. Совсем без всяких окон. Окей. Да, здесь есть несколько окон. Но вы поняли. Так много кирпича. Извините. Я бы поставил 8. К сожалению, не спасают даже вот эти вот камешки. Но сделано офигительно. Покрас ландшафта и так далее. Здесь у нас пень. Здесь у нас живое дерево. Даже мусорка офигительная. Окей. Пусть будет 9. В любом случае, у вас свои оценки. Я вот сейчас пишу сюда 9. И напоминаю вам, что... Вы точно так же, во-первых, в комментах можете по-своему писать. Ну или присылать свои итома для следующих заценов, которые постепенно становятся каким-то соревнованием. Первая ссылка в описании ведет на топик, из которого я беру архивы. Только оттуда, ребят. Пожалуйста, не личка, не инста, ничего другого. Я только там беру все теперь. Ну и да, по правилам никаких модов. И прям присылайте архивом с описанием. И желательно, чтобы это было имя, которое я бы потом различил, а не путался 10 раз. Потому что, чтобы вы понимали, предыдущий дом назывался ровно так же. Мелочь. Но было бы приятно, если бы вы тоже следили за этим. Ах да, оценочки. Функциональность. И знаете, мне кажется, это ровно такой же по функционалу дом. У нас есть все. Камин, телевизор, как бы общая зона есть. У нас есть где привести себя в порядок перед выходом. Что-то вроде кладовки. Кабинет практически под лестницей. Ну окей. У Гарри Поттера было то же самое. Хотя он не назвал это кабинетом. Но мой посыл бы поняли. О, у нас есть и творческая мастерская. Вот это очень даже неплохо. Это плюсик к идее, кстати. Ванная для гостей. Есть ли ванная для хозяев? Да, есть большая ванная для хозяев. Слушайте, просто офигительно. И вы видите, что это очень фермерски ориентированный дом. И все выполнено именно в этом стиле. Так что я сейчас проверю только самые основные штуки. Типа вот, окей. У нас есть компьютер. У нас есть все для того, чтобы каждую потребность закрыть. Два ребенка. Два горшка. Слушайте, просто офигенно. Вау, даже фоточки какие-то на окне есть. Знаете, за функциональность и за реализм я просто сразу десятки поставлю. Потому что прямо очень-очень круто. Давненько таких сильных домов не присылали. Это, по-моему, вообще первый раз когда так. И от этого еще прикольнее, что именно с этого выпуска я решил начать делать соревнования. Очень-очень плотно и потно будет. И кто-то может придраться к реализму по поводу фермы на заднем дворе. А мы находимся в городе. Но не забывайте, что это я такой альтернативно одаренный. И просто не знал, что здесь находится. Поместил на всякий случай участок сюда. Но если поместить его на ферму, я просто уверен, что он будет выглядеть там как влитой. А вот что мне не нравится. Знаете, я, наверное, отниму балл за то, что у нас вход на ферму только вот так вот сбоку обойдя. Если бы было с дома, наверное, выход, было бы лучше. В предыдущем доме задний выход был. В этом нет. Окей, функционал 9. И вот кажется, что этот дом вроде бы похуже, да? По внешке, функциональность не совсем та. Но не забывайте, пункт. Идея. И здесь мне идея нравится гораздо больше. Это куда более колоритный и выразительный дом. Да, вроде бы как он обычный. И ничем особо не выделяется. Но он просто реалистичный. И вот небольшая ферма сзади. Пускай они делают его сверхгениальным. Типа дома в виде камня или ананаса, кстати, там. Но вот семерочку я поставил. Пока у меня грузится следующий дом. И я прописываю название категорий для этого самого следующего дома. Хочу сказать, что вам не обязательно быть спонсором, чтобы закидывать дом на заценку. Абсолютно каждый может сюда попасть. И рано или поздно попадет на самом деле. А у спонсоров там свои ништяки, которые... Они потрясающие. Типа раннего доступа. Или вот в титрах вы увидите самых крутых спонсоров. Или все спонсоры попадают на стримы, которые практически являются вторым каналом. С другими играми, еще челленджами по Sims. Там обожж сколько всего. Все, не настаиваю. Кнопка спонсорства есть под видосом. Заполню категории. И двинемся к следующему дому. И самым крутым будет, если вы узнаете стиль автора этого самого следующего дома. Который уже загружен. Потому что стиль это как раз то, что вырабатывается у мастеров. И вот по куче разных деревьев. Уже узнали кто? Я надеюсь да. Потому что, черт, я узнал бы даже без подписи. Хотя на самом деле, вот внешний вид дома... Окей, он приятный. Я не спорю. Прям вообще не спорю. И мне правда нравится. Но первые два были лучше. Тот, который получил 10. Тот, который получил 9. Значит этот дом получит 8. И я бы очень сильно хотел узнать, что внутри. Но деревья сильно мне мешают. Ууу, внутри хорошо. Точно так же. Очень круто вписанные в пространство лестницы. Вот это я обожаю. Кладовка под лестницей. Офигительно. Это прям супер. Плюс функциональность. И знаете, камин, который не выбивается из стиля этого дома. Вот так даже буду смотреть. Очень прикольно. Очень прикольно. Белый цвет. Выход на задний дворик. Кстати, у нас есть и снаружи, и через дом. Есть возможность пожарить шашлыки. И перейти к столику. И немножечко их покушать. Либо немного поработать руками. Вон в саду. И вот это вот все. Очень-очень круто. Кухня. Интересно сделана. Кстати. Видели? Просто по двум сторонам расположил мебель. Это интересно. Второй этаж по классике. Прям жилой. Компьютер. Кровать. Оу, мне очень нравится эта спальня. Очень сильно. Реально нравится спальня. То, как ты зонировал вот эту часть с гардеробом. Не выводя его в отдельную комнату. Это очень-очень круто. Прямо кайфу. У всех есть компьютеры. Все могут жить. Тут, грубо говоря, родители. Тут ребенок спит один. У нас есть ванная на этаже. Оу, ну и совсем сверху. У нас есть, видимо, для какого-то еще одного ребенка. Который, вон, может видосы делать. С хорошим фоном. Более-менее хороший фон. Это я обожаю. Это я уважаю. Туалет и душ сделаны очень по-русски. Раздельным санузлом. Прикольно. Вау, смотрите. Здесь он приводит себя в порядок, видимо. Это очень крутая идея. Вот это просто кайф. Знаешь, даже без этого супер внушительного домашнего кинотеатра. Который просто 10 из 10. Черт. Хрен с ним. Я пробью потолок. Я знаю, что 10 это максимум. Но этому дому за функционал просто 11. Не, ну реально, смотрите, сколько всего можно здесь сделать. Смотрите, сколько задач здесь можно выполнить. И насколько подходит этот дом этой семье. Здесь можно много кого поселить. Здесь можно все нужды совершенно покрыть. Все потребности закрыть. Офигительно. И да, вот в реализм тоже, я думаю, полетит прям десятка. Потому что, смотрите, у нас зеркала с подсветкой сзади. Мы сидим здесь, приводим себя в порядок. Раковина, понимаете? Чтобы руки от пасты или крема помыть, когда волосы в порядок приводишь. Я-то вот больше так не могу сделать. Но вы поняли смысл. У нас окно, которое дает здесь свет. Но можно выставить свет. Это, короче, те, кто заморачиваются со световыми схемами, сейчас понимают, что здесь правильно. А правильно здесь очень много чего. Это супер реалистичный дом. Это 10. Реально. Если вы впервые видите эту рубрику, не думайте, что я всегда вот так комплиментарно прохожусь по всем домам. Просто на моей памяти это реально самые сильные дома, которые еще попали в одно соревнование. Потрясающе. Быть может, это даже заслуживает лайка или подписки. Я не знаю. Ты решай. И знаете, это самый сильный по идее дом. Потому что у нас есть, грубо говоря, старшее поколение родителей, которые могут отдыхать здесь на свежем воздухе. Могут что-то делать руками. Выращивать свою еду. Кричать о том, что скоро апокалипсис, а баба всех разнесет. А, это же американский дом. Окей. Значит, Путин снова что-то натворит. Это реально самый идейно крутой дом. Опять же, это не какой-нибудь дом в виде ракеты или что-то там сверх такое, от чего мозг бы плавился. Но это лучше фермы. Сильно лучше фермы? Это 8. А, подождите, ферма была 7. А если это сильно больше? Ну, значит, 9. Одну секунду. Мне нужно высчитать средние. Судьи удаляются для чего-то там. А вынесение вердикта? Вот. Что ж, у нас есть результаты жюри и третье место с 8,5 баллов в среднем получает вот этот дом. Да? Пригиньте. Третье место дому, который очень хорош. Но он правда очень силен. 8,5 из 10 это чертовски сильный дом. Учитывая, что я оценивал еще и уникальность, оригинальность. 8,5 не имея какой-то прямо оригинальности или супер, знаете, своего лица, чтобы такой... Оу, вау, боже мой. Это прямо очень сильно. Но нет, третье место ничего не получается в том плане, что он не получает приз. Осталось два дома, которые борются за фирменное ничего. Один не получит ничего, а победитель получит ничего. Вы не понимаете, это другое. И, к сожалению, домом, который ничего не получает, но набирает супер внушительные 8,75 баллов в среднего... А это, я напоминаю, очень-очень недурно. Вот этот вот дом с фермой на заднем дворе. Да, очень-очень крутой дом. И вы, кстати, их можете скачать. Да, реально, ведь по ссылке, куда все скидывают, лежат архивы, которые вы тоже можете качать и брать. Беда, правда, в том, что этот дом, как и предыдущий, называется семейный дом. Так что удачи вам с тем, чтобы найти нужный. Авторы, пожалуйста, позаботьтесь об уникальности названий. Так, все будет проще. Но самое-то главное, вы поняли, вот этот дом победил с абсолютно невероятными 9,5 баллов в среднем. Вот этот дом оказался сегодня лучше. Получаю прижимное, ничего. Большое спасибо, пока.